То есть мы стремимся объединяться. Вообще этот процесс идет очень давно, потому что мы исторически были разделены, мы вообще не было никаких людей, были племена, которые за горами, за километрами не знали о существовании друг друга, придумали каждые свои миры, ценности, религии, языки, одежды, традиции. Мы напридумывали их, потом всех, кого видели не своих, тут же убивали, прятались, если не могли убить, избегали, говорили на разных языках и жили в своем изолированном микрообществе. И постепенно, очень долго раскручивалось это колесо. Сначала, естественно, научно-технические прорывы, география, ну и просто время, мы же ходим, нам интересно, мы стали вдруг узнали, есть какой-то еще мандерик, здесь можно купить, здесь шелковый путь, по нему можно вон куда прийти, чего понакупать там. Ну, стали друг друга как в новом доме, начинают люди друг друга так узнавать потихонечку. Вот так, просто этот процесс занял века. И, да, века и тысячелетия. И сейчас мы начали сталкиваться, поняли, что вообще-то, смотри, как хорошо, мы вместе можем загнать, но это еще на уровне племен поняли, что мы с мамонтом не справимся, а вместе можем загонной охотой. У нас такое было, на мой взгляд, вообще рождение человечества, это технологическое, это загонная охота. Когда человек против мамонта – ничто, но много людей могут его так напугать и загнать, чтобы он упал в ущелье, и потом весь год питаться им. Он сильнее. И так многое мы можем, объединившись. В этом объединении есть смысл человечества. То есть это уникальный вид, который смог объединиться весь. Это потрясающая вещь. Поэтому всему, что объединяет нас, мы и пытаемся помочь, и в том числе искусству. Почему общество это побеждает? Потому что это способ выжить. Поэтому мы пытаемся его доказывать, что мы часть. Если мы сейчас разбежимся, если я уйду, сейчас все отдам, все гаджеты, одежду, все в лес, теплый, предположим, то через год меня можно будет не узнать, если я выживу, конечно. А потом у меня не будет ни имени, мне все будет, это не важно, я буду, не важно, как выглядеть, я буду питаться мышами, ягодами, все что. Я перестану быть человеком. То есть то, что мы наблюдаем, глядя друг на друга в качестве человека, это не человек, это часть человечества. Он не имеет смысла по отдельности. Никакого вообще. То есть отдельно от человечества, это даже не обезьяна, это просто некая ошибка природы. Он не сможет ни выжить, ничего не сможет сделать. Он не способен ни на что. Если культура, которая нас, вот то, что мы передаем друг другу, я сейчас, вы потом напомните, с чего вы начали. Просто я люблю рассказывать этот пример. Если культура, которую мы передаем и делаем новорожденного частью просто этой культуры, если ее не будет, то есть все рождаются, по-моему, 300 тысяч ежедневно на планете. И вот никого нет, даже пускай все это будет, они все равно не поймут, как этим пользоваться. То они говорить научатся через тысячи лет. Завтра вот они родятся, вот завтра родились, и нас никого нет. Через тысячи лет они только говорить научатся. Это поразительная вещь. А чего у них нет? Все есть. Больше того, у них даже есть наперед вот это, чего у нас не было. Нет культуры. Просто нет бабушки, которая их стоит, говорит, «Ты Ваня, ты мальчик, ты пальчик не кушай. Вот сюда, вот девочку не обижай». И мы начинаем все дальше больше мультфильмы, фильмы рассказывать, вкладывать, вкладывать, вкладывать. И он стал частью человечества, он стал частью этой культуры. Этот человек, который завтра родится, через 15 лет станет частью этой культуры, неотличивой от нас. Он будет таким же. А если ее нет, он будет существом хуже обезьяны, вообще никем. Чудовищем, которое не похоже на что. И все. Да где какой тут человек? Кто живет на планете? Человечество живет. Его культура, которую мы несем, вот в этих экранах, на хард-дисках, в головах, в сердцах, которые мы передаем, обмениваемся, это и есть человечество. В наших руках. То есть культура, это и есть технология, которую мы держим в руках, во всем, в головах и везде, это и есть человечество. Поэтому, почему так важно то, чем мы занимаемся, вот как изменить мир, да, как сделать лучше. Мы это и делаем. И мечта обязательно станет человеком, его достоинством каким-то станет, обязательно, многим, потому что все копируется же, сам будь таким, и ты станешь прообразом для многих. Почему мы так следим, себя смотрим за победителями. Продолжение следует...